Здравствуйте, коллеги и зрители канала ЯПарикмахер. Меня зовут Александра Кременецкая, я являюсь арт-директором и ведущим технологом итальянского бренда Coral. И сегодня я хочу продемонстрировать вам восстанавливающую процедуру. Это новинка марки Coral под названием Filler. Она выполняется в несколько этапов, и я подробно расскажу обо всех них. Процедура Filler предназначена для очень поврежденных, ослабленных и хрупких волос. Это оптимальный салонный сервис для пористой структуры, для обесцвеченных волос. Также большим плюсом является то, что компоненты и составляющие продуктов из процедуры Filler не вымывают косметические пигменты. То есть вы можете предложить этот сервис своим клиентам в день окрашивания. Моя модель зовут Даша. У нее, как видите, пористые вьющиеся волосы. Filler в переводе означает наполнитель. То есть моя задача – наполнить эти волосы и придать им блеск, гладкость и плотность. Первым этапом процедуры является мытье волос с помощью шампуня Filler. В ее состав входит кератин и гиалуроновая кислота. Его по аж 5,5 позволяет хорошо подготовить волосы перед процедурой, раскрывая кутикулярный слой. Мытье волос я буду выполнять в мойке, поэтому предлагаю перейти к первому этапу. Я выполнила мытье с помощью шампуня Filler. Сейчас я приступаю ко второму этапу процедуры – это нанесение специального спрея. Он наносится попрядно и позволяет дополнительно раскрыть чешуйчатый слой кутикулы и наполнить волосы, подготавливая их к следующему этапу. Нанесение спрея начинается попрядно с нижней затылочной зоны. Основными компонентами процедуры Filler являются кератин и гиалуроновая кислота. Кератин – это основной белок, который входит в состав человеческого волоса. Он является неким конструктором, основным компонентом. Гиалуроновая кислота позволяет удержать влагу дополнительно в волосах, придавая им эластичность и запечатывая их. Сейчас я приступаю к нанесению продукта и продемонстрирую, как выполняется второй этап процедуры Filler. Необходимо отделить небольшую зону на затылке. Предварительно рекомендуется убрать лишнюю влагу с волос с помощью полотенца. Далее, начиная от корней, я распределяю равномерно спрей от корней кончиком. Следующая прядь. И здесь важный момент – большее количество продукта необходимо наносить на более пористые участки. И еще одно замечание – важно слегка разрыхлять пряди для того, чтобы глубже внедрить ухаживающие компоненты из спрея и дополнительно раскрыть кутикулу. Далее я таким образом постепенно от затылочной зоны продвигаюсь вверх, отделяя небольшие секции. Важно аккуратно и деликатно отделять волосы, особенно если они сильно поврежденные, чтобы дополнительно не травмировать их. Используйте зажимы, чтобы изолировать пряди и секции друг от друга. Продолжаю нанесение продукта. Мне удобно сначала распределять спрей, а потом уже прорабатывать пряди, слегка массируя их. Важно подчеркнуть, что именно этот этап с помощью спрея-филлера является исключительно салонным. Для поддержания эффекта от процедуры рекомендуются продукты из других этапов. Процедура занимает совсем немного времени, на каждый из этапов нужно не более пяти минут. С правой стороны я повторяю аналогичные движения, постепенно продвигаясь вверх и равномерно распределяя продукт по всей массе волос. После того, как спрей был нанесен по всей массе волос, необходимо упаковать волосы в полиэтиленовую шапочку и поместить клиента под дополнительный источник тепла на пять минут. После чего приступаем к следующему этапу. По истечении пяти минут, не смывая спрея, необходимо нанести маску-филлер. Это будет третий этап. Нанесение выполняется попрядно. Благодаря сочетанию кератина, гиалуроновой кислоты, а также масла ши, этот продукт глубоко проникает в структуру поврежденных волос, наполняя их. Рекомендуется маску наносить с помощью кисти. Чтобы процесс был более эстетичным и гигиеничным, я советую использовать миску и индивидуальную кисть. Нанесение вы также можете начинать попрядно, с нижней затылочной зоны. И повторюсь, самое важное то, что спрей с волос не смывается. То есть это процедура степ-бай-степ, немного отступает при корневой зоне. Я наношу маску от корней до кончиков. Также важный момент. Вы можете скручивать обработанные пряди в жгутике и излишки продукта распределять на последующие пряди. Считается, что волосы впитают ровно столько, сколько им необходимо. Соответственно, аналогичные действия я буду выполнять по всей массе волос попрядно. Уделяйте внимание более пористым участкам, распределяя большее количество продукта. Я выполнила нанесение маски филер попрядно поверх спрея. Время выдержки 5 минут, после чего вы приглашаете клиента в мойку и приступаете к завершающему этапу процедуры филер. По истечении времени выдержки маски, я приступаю к мытью волос и к завершающему этапу с помощью лосьона в ампулах филер. В коробке 12 штук по 10 мл. Удобно то, что в ней есть специальные накручивающиеся наконечники в виде пульверизатора и в виде пипетки, с помощью которых можно легко распределить продукт от корней до кончиков. Для начала я смываю маску, после чего необходимо отжать волосы полотенцем и распределить равномерно по всей массе волос лосьон. Волосы необходимо промыть тщательно, но не до скрипа, чтобы часть продукта осталась на них. Далее, после того, как смыта маска, с волос необходимо убрать лишнюю влагу. Можете воспользоваться полотенцем. После того, как я смыла маску с волос, необходимо приступить к четвертому этапу процедуры с помощью лосьона филер. Это заключительный этап, который позволяет закрыть кутикулярный слой, придав волосам плотность, и запечатать все ухаживающие компоненты, которые содержатся в продуктах данной процедуры, данного салонного сервиса. С помощью пульверизатора я легко распределяю продукт, наносить его попрядно, отступая от прикорневой зоны. Благодаря сочетанию гиалуроновой кислоты, кератина, а также жирных спиртов, это специальные кондиционирующие добавки, я завершаю процедуру, запечатывая все компоненты в структуре волоса. После того, как лосьон распределен по волосам, необходимо их разобрать руками, либо с помощью щетки с крупными зубьями. Я уже ощущаю, что волосы становятся плотными и более эластичными. На более пористые участки можно распределить дополнительное количество лосьона. Время выдержки данного этапа, данного продукта 5 минут, после чего необходимо промыть волосы просто водой. По истечении 5 минут я приступаю к мытью волос. Необходимо смыть лосьон филлер просто водой, без применения каких-либо дополнительных средств. Я завершила процедуру филлер. Сейчас я убираю лишнюю влагу с волос и приступаю к сушке. Вы сможете оценить результат до-после. Итак, я выполнила процедуру филлер от итальянского бренда Coral. Обратите внимание, насколько теперь наполнены волосы с большим количеством блеска. Они приятные, максимально гладкие на ощупь. Я знаю, что этот эффект будет пролонгирован примерно на 3-4 недели при условии регулярного мытья. Также хочу отметить то, что после этой процедуры гораздо легче выполнять укладку волос, вытягивать их с помощью фена либо утюжка, так как пористость максимально ушла. Для поддержания эффекта процедуры филлер в домашних условиях можно порекомендовать клиенту несколько продуктов. Для наполняющего эффекта можно посоветовать шампунь плюс маска. Для запечатывающего эффекта может использоваться шампунь плюс лосьон в ампулах. Для максимального эффекта наполненных и разглаженных волос можно рекомендовать все три продукта. это шампунь, маска и лосьон в ампулах. Напоминаю, что спрей это исключительно салонная прерогатива и не стоит рекомендовать клиенту его для домашнего использования. Эффект от процедуры заметен после первого же применения, но она обладает накопительным эффектом, вы можете рекомендовать чистоту использования ее в зависимости от степени повреждения волос вашего клиента. С вами была Александра Кременецкая, арт-директор и ведущий технолог бренда Коралл Италия. Благодарю вас за внимание и увидимся в новых видео на канале ЯПарикмахер.